Привет, друзья! Даже самая матерая методика продуктивности не проканает, если забить на свое здоровье и заливать в свою машину топливо низкого качества. Нужно подходить к процессу системно, больше упор на сложные углеводы, качественные источники белка, регулярно промышлять аэробной, анаэробной нагрузкой и закреплять результат проверенными добавками. Уже два месяца я принимаю ультрасовременный минерал Синтезит в качестве источника биодоступного железа. Эта штучка, согласно последним исследованиям, способствует увеличению количества стволовых клеток более чем в два раза, разжижению крови и насыщению ее кислородом, увеличению выносливости, иммунитета и ускорению регенеративных процессов. Это бата, это значит мягкое, но быстрое действие и без побочных эффектов. Синтезит рекомендует врачи, спортсмены и даже добрый дядька Николай Дроздов. С их отзывами ты можешь ознакомиться на канале Синтезита, все ссылки оставляю в описании. Ну а мы начинаем. Не важно, насколько вы были продуктивны в прошлом, иногда бывает сложно выкроить энергию, чтобы включиться в работу над крупным проектом, над новой привычкой или одолеть длиннющий туду-лист. Хотя никто из нас не застрахован от прокрастинации, существует один способ провести наш мозг, преодолев встречное сопротивление, которое большинство ощущает при первой попытке включиться в сложняцкую задачицу. И в этом видео я познакомлю тебя с правилом пяти минут, почему оно работает и как ты можешь использовать его, чтобы браться за дела, которые постоянно откладываешь. Прежде чем выкладывать все фишки пятиминутного правила, нам нужно сделать шаг назад, чтобы понять, почему в человеке изначально зашита догма сомнения, что его начинания обречены на провал. Люди ненавидят неудобняк, поэтому природа создала мощные системы, которые берут на себя удар, когда мы чувствуем угрозу, тревогу или под прицелом неминуемой опасности. Ну ты понял, чтобы не крякнуть. Пальчик до раскаленной плиты, ты отдернешь его даже не задумываясь. Гул сирен, ты отстраняешься или затыкаешь уши. Глазо заприметили тигра, сердечко забоявилось, одна нога здесь, другая там. И не важно, что это парниша с принтом тигра, нашему телу по барабану, при малейшей угрозе она готова из места в карьер. Эта реакция называется «бей или беги», и хотя это отличное подспорье, чтобы не умереть, реакция эта не была заточена под умственные и эмоциональные невзгоды современного мира. К сожалению, благодаря миллионам лет эволюции, такая операционная система дается нам с рождения. Для нашей лимбической системы чувство тревоги, которое ты испытываешь накануне важной презентации, равноценно панике от совместного душа с паучарой размера морской свинки. Любой намек на угрозу, от полка монстра до нагнетающихся дедлайнов, провоцирует выброс адреналина и кортизола, который активирует наш самый мощный инстинкт самосохранения. И стоит этой красной лампочке загореться, твое тело сделает все возможное, чтобы выбраться из этой передряги. И хочешь верь, хочешь нет, но эта лампочка поможет дать бой прокрастинации. В своей книге «Переключайтесь, как меняться, когда это непросто». Братья Чип и Дэн Хис объясняют, почему прокрастинация – это результат конфликта между эмоциональным и логическими полушариями мозга. В двух словах, эмоциональное всегда грезит по комфорту и уверенности, чтобы избегать задачи, которые не предполагают немедленного вознаграждения. Эта часть мозга в ответе за твои тщетные попытки вырваться на пробежку, даже если у тебя там бодрый музон. Дальше логическое полушарие. Оно просто создано для долгосрочного планирования. Может показаться, что это идеальное орудие против сложных проектов, но зачастую эта зона загоняется и переоценивает задачу, если она кажется слишком сложной. Аналитический паралич. Так как же перехитрить свое серое вещество с его большой красной кнопкой в момент, когда ты знаешь, что нужно работнуть? Ответ прост до безобразия. Понижай ставки. Написание романа требует годы разных правок. Подготовка к марафону – это практика на месяца. Да даже и снять 15-минутное видео на YouTube может занять у тебя недели. Неудивительно, почему мы не хотим браться за такие громады, когда на кону столько времени и энергии. Решение. Упрощайся по полной. Вместо того, чтобы ковыряться в делах, от которых у тебя поджилки трясутся, и дай ты технический термин. Пообещай своему мозгу, что ты будешь работать только над очень маленькой, но конкретной частью задания в течение пяти минут. Всего пяти минут. Как только пять минут истекут, ты волен переключиться на что-то другое. Все что угодно, даже если это не связано с работой. Позволь задать тебе вопрос, что из этого звучит более выполнимо? Создать успешный YouTube-канал, который набирает сотни тысяч просмотров в месяц? Или потратить пять минут мозгового штурма идей для нового видео? С какой задачей начать будет проще? Да и проще выполнить-то. Блин, пять минут – это же так безболезненно, тебе будет сложно пройти мимо. Некоторые из вас скептично отнеслись к этой идее, я уверен. Вот как всего пять одиноких минуточек работы могут принести качественный выхлоп для прям большого проекта, который даже за месяц не поднимешь. Дело в том, что мы никогда не работаем всего по пять минут. По словам создателей и генерального директора Инстаграм Кевина Систрома, правило пяти минут – это его секретное оружие для борьбы с прокрастинацией. Если тебе неохота делать что-то, заключи сделку с самим собой на работу в течение пяти минут, и после ты заметишь, что задачи как не бывало. Все это потому, что правило пяти минут рубит прокрастинацию на корню, ее сопротивление. Когда ты ставишь себя в такие узенькие и разумные пределы, механизм Бейли-Бегини видит задачу как угрозу, и твое тело расслабляется. И здесь начинается магия, ведь самая эффективная сторона пятиминутного правила в том, что наш мозг не пугает тяжелая работа. Ему просто не нравится сама идея. Стоит нам начать, поразительно как быстро мозг входит в курс дела. Мы быренько преодолеваем страх и сопротивление, что удерживали нас от действия, и начинаем развитие. И все по причине. Так получилось, что наш мозг очень хорошо может нас наградить за решенные нами проблемы. Как же классно закончить что-то сложняцкое. Разработать новый навык или вычеркнуть задачицу из списка дел. Возможно, поначалу тебя одолевает мандраж, но стоит тебе углубиться, ты понимаешь, что все гораздо проще. Всякий раз, когда ты празднуешь мелкую победу и делаешь шаг навстречу большой цели, ты стимулируешь центры вознаграждения мозга – серотонин, дофамин и другие нейромедиаторы, что поддерживают мотивацию. Может, ты и запланировал поработать всего 5 минут, но поверь, это тот самый мелкий шаг, что перестроит твой мозг из спящего режима в режим высоких скоростей. Что же получается, миллионы лет эволюции вертел обычный, незамысловатый таймер. Так что достаем свои мобилки, ставим таймер на 5 минут и считаем, сколько прогресса удастся одолеть за день. А чтобы проще это провернуть, иди в обход собственного мозга. Субтитры создавал DimaTorzok